Друзья, приветствую вас с YouTube 24 канала. Для вас работаю я, Ирина Узлова, и со мной Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель, политик, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Сейчас поговорим мы о тех, кто помогает Путину вести кровавую войну, развязанную им против Украины, и вообще совершать преступления. При этом публично декларируют эти люди и эти силы политические, что они, конечно же, этого не делают, но мы видим совсем другое. И в частности, мы и наши зрители сейчас увидят кадры на своих экранах, и на них мы видим снятое на днях видео с Мангистаузской области. Это Западный Казахстан. Очевидцы сообщают, что по железной дороге транспортируют военную технику в город Актау, портовый город на берегу Каспийского моря. Очевидцы предполагают, что далее, затем в порту военная техника может быть загружено корабли, прикрыто чем-нибудь и отправлено в Россию по Каспийскому морю. Дабы не делать это по железной дороге, чтобы это было не так видно и спутникам в частности. Что за военная техника перемещается, что надо понимать об этой местности, о этой территории Западного Казахстана? И что мы должны понимать уже о том, что доверие к Такаеву, наверное, утрачено надолго? Да, вы правы. Уже год, как и даже более, Такаев заявляет, что не будет помогать Путину обходить различные санкции. Но реальность такова, что не только гражданского типа товара поставляют или товары двойного назначения. Мы полтора года непрерывно видим, что интенсивно идет перемещение военной техники как минимум в 5-6 регионов. И при этом министерство обороны, когда мы задаем вопросы, говорит, что это просто учение. А вот эта техника, она перемещается, как нам сказали очевидцы, порт Ахтау, Западный Казахстан, Магисталовский регион, и там Каспийское море. Известно, что именно Иран сейчас поставляет по Каспийскому морю снаряды необходимого калибра для пушек в России, поставляет дроны. То есть Каспийское море очень удобное, можно в баржи вот эти все эти грузы запихать, закрыть их тентами и так далее. И спутники не могут точно определить, а что же на самом деле перевозится. А по железной дороге легче всего. Вот, собственно, это один из примеров, то, что сейчас вот перед нами. Ну да, учениями всегда можно все прикрыть, и дислокацию войск на границах чужих государств, и то, что мы видим на временно оккупированных территориях Украины, там все тоже, что не происходит, это просто называется учениями. Это один из примеров. О каких примерах мы еще можем говорить? Какие вот эти пути и прямые, и переносные, и обхода санкций со стороны Казахстана в частности, и в тандеме с какими странами регулярнее всего это делает Казахстан сейчас? Украинская разведка и американская в первую очередь заявила, что пять стран помогают Путину обходить санкции. Это параллельный импорт и товары, поставка товаров двойного назначения. Это заявлено, что Турция первая, Казахстан вторая, Армения, Эмираты дубайские и Кыргызстан. На самом деле Казахстан номер один. Почему номер один? Потому что мы имеем, во-первых, официальные данные. Официальные данные зафиксированы в таможенных органах страны. Так получилось, что они пока не закрыли. Второе – это официальные статистические данные самого государства. И третье – вот все эти объемы, я говорю, почему они большие. Третье – Казахстан примыкает к Китаю, и мы видим караваны грузов. Караваны грузов, которые идут через Казахстан из Китая и транзитом залетают в Россию. Притом это, понятно, неучтенные объемы. Вот, на самом деле, там следующим образом работает. Все переходы грузов из Казахстана в Россию, они официальные. Нет никаких там 7,5 тысяч границ, где некие такие злые люди, желающие помочь плохому Путину, пешком по степи тащить какие-то грузы. Это не так. Существует конкретно ограниченное количество таможенных переходов, по которым идут автотраки. И если вы располагаете данными, там можно показать, эти очереди минимум по 15 километров. А водители там зависают на границе до пяти суток. До пяти суток зависают, чтобы в итоге поставить в Россию вот эти товары. И объем его настолько значительный, настолько многомиллиардный. И все это проходит официально через таможенные органы. Таможенники говорят следующее. Есть исследования, там журналисты делали опрос, водители. И они говорят следующее. Что таможенники якобы заявляют, что у них нет сканеров. Все сканеры на российской территории. И поэтому они проверяют только подозрительные грузы с их точки зрения. Понятно, что они ничего толком и не проверяют, и не будут. Потому что получили соответствующую команду от Токаева. И вот видите, это эти караваны. Гигантские караваны длиной минимум по 15 километров. И еще у них по решению Токаева, неформальному, журналисты тоже раскопали, существуют некие зеленые компании, которые берут грузы, те, которые импортированы реально для России, двойного назначения, любые другие. И они беспрепятственно проезжают по территории Казахстана и пролетают мимо таможни в Россию. И такие же объемы груза пересекает границу из Китая в Казахстан. Некие зеленые компании. И они также двигаются из Китая в Казахстан и дальше в Россию. Поэтому масштабы поставок настолько огромные, многомиллиардные. И учитывая вот этот географический фактор, то, что Казахстан имеет транспортные развязки с Ираном, прямо примыкает своими границами с Китаем. И именно через Казахстан Китай удобно поставлять товары. Это и Западный Казахстан, и Северный Казахстан. Там около пяти областей, по-моему, примыкает к России. Везде зафиксированы огромные объемы. Притом, все это происходит полтора года с момента, как началась война России против Украины. Раньше такого не было. Раньше со стороны России шли грузы в основном в Казахстан. Теперь обратный процесс. Вот что происходит на данный момент. И все это осуществляется открыто на государственном уровне. По приказу президента Такаева. Работают банки, железная дорога, полиция, таможенники. Все работают на то, чтобы помогать Путину. Мухтар, мы также еще благодаря вам обладаем некоторыми объявлениями, скажем так, в которых ищут водители вот таких фур, грузовиков, которые будут, в принципе, поставлять эти товары из Китая через Казахстан, из Китая в Россию. А где появляются такие объявления? Насколько вообще санкционировано искать вот таких людей? Много ли желающих? И я так смотрю, что оно даже в публичной плоскости никто не боится, не скрывает. И это все и подает прям целый новый бизнес серых и черных схем. Это действительно все делается открыто. Водители просто набирают, и они осуществляют этот перегон из Китая в Россию. Открыто все это происходит. Ну, еще я вам просто не присылал, но у нас еще идут открытые объявления, когда ЧВК «Вагнет» тоже также в приграничных регионах пытается набирать добровольцев на войну против Украины. Это все происходит открыто по команде власти. Вы же понимаете, что если бы эта власть не принимала, то сразу срабатывала бы прокуратура, все органы государственной власти бы перекрыли бы такие возможности. Это все делается открыто. То есть это говорит о том, что Казахстан под руководством Касамжумар Токаева оказывает прямую помощь, самую любую, что называется, как по поставкам товаров, так и финансовую, любую другую. Я вот хотел бы напомнить, в частности, Сбербанк России был куплен в Казахстане. Сделка была свыше 2 миллиардов долларов. Для наглядности я скажу, это приблизительно стоимость тысячи танков. Тысячи танков, которые воюют против Украины. Какую экономическую выгоду от этого получает Казахстан, правительство Казахстана? Ну, экономическую выгоду, безусловно, получает, потому что, если посмотреть, объем экспорта существенно увеличился, исчисляется в миллиардах долларов, конечно, там сидит прибыль. Даже если посчитать поставки, условно, 5 миллиардов долларов, дополнительный экспорт произошел, дополнительный, существующий. Ну, считайте, минимум 30-40 процентов. Это порядка, около 2 миллиардов заработает, скажем, так называемый бизнес Казахстана. Но это не бизнес самого Казахстана. Это узкая группа, которая организована действующей властью. Они извлекают эту прибыль. Но вопрос не только о формировании прибыли. Как я ранее говорил, режим Казахстана, собственно, и самого Кыргызстана, заинтересован, чтобы Путин победил. Потому что, если режим Путина проиграет, развалится, то как карточные домики и умрут, упадут режимы центрально-азиатских регионов, этих государств. Поэтому это для них вопрос жизни и смерти. Не только деньги, которые они зарабатывают, сотни миллионов долларов, но и вопрос сохранения этих режимов. Вопрос так принципиально стоит. Какую роль в этом всем отыгрывает также тот упомянутый нами Китай, которому, как и мы с вами не единожды в наших эфирах говорили, также не выгоден полный, по крайней мере, проигрыш России? Китаю вообще не выгоден, не то что не полный, а вообще какой-либо намек на проигрыш. Китаю важно, чтобы Россия побеждала, потому что это режим, схожий с Китаем. И с учетом того, что у Китая есть свои геополитические цели, это завоевание Тайваня, Китаю важен прецедент, что Россия сумела отъесть еще территорию, задавила какое-то государство, и ему за это ничего не было. То есть это очень важно. И поэтому для Китая очень важно. Поэтому Китай оказывает всемирную поддержку. Они, конечно же, делают заявление, как в свое время Путин говорил, нет, что бы, мы там не помогаем, воевать не будем, нападать не будем. Но реальность такова, что мы на видео видим караваны, просто гигантские потоки грузов, которые идут из Китая в Россию. Понимаете? Понимаю. И журналисты издания «Политико» тоже понимают, потому что они проанализировали тоже открытые данные, анализ таможенных данных. И, соответственно, этим данным оказалось, что в 30 раз больше, чем Украина, Российская Федерация нарастила импорт дронов из Китая до 100 миллионов долларов. Но и это еще не все. Также Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с России, помогая Москве. Импортировали пассационные западные товары, экспорт, керамики, который в тех же бронежилетах, но все же увеличился на 69%. Это только открытые данные. Мы представляем, сколько всего еще есть закрытого и чего мы не видим. Это помогает России наращивать объемы ее военно-промышленного комплекса, думаю, в такие дюжины разы. Так ведь? Да, видите, здесь, опять же, есть официальная статистика о том, кто в основном объеме товара покупает той самой продукции, которым располагает Россия. Это в первую очередь касается нефти. Сейчас основной покупатель – это Индия и Китай. И любые валютные поступления укрепляют экономическую и военную мощь России. В этом смысле Китай этот фактор активно использует, помогая России. И, соответственно, если военное руководство России заявляет, что они сейчас за месяц производят военные техники, то, что раньше производили за год, это возможно, когда есть у страны финансовые возможности. И вот такие страны, как Китай, активно этому помогают, содействуют. И вот именно поэтому Россия сейчас увеличила объем производства военной техники. Идет активный закуп дронов и другой военной техники со стороны Китая. Мы официальную часть видим, а неофициальная – вот то, что мы видим, гигантские потоки. Это вот, к сожалению, реальность. И надо воспринимать, что Китай будет помогать России в принципе, чтобы Россия победила. Это ее цели, потому что объединяются диктаторские страны против стран свободного мира. Вот сейчас по факту вот такое происходит. Что происходит, кто виноват, мы определили. Немного давайте теперь поговорим, что делать в частности в этой тематике и разрезе. Мы упоминали Киргизстан, и действительно против четырех компаний из Киргизии были введены санкции. Но компании эти были созданы еще весной-летом прошлого года. Понятно, что как раз вот под импорт, под экспорт для Российской Федерации. И я так понимаю, что игра может быть бесконечной. Вводят санкции против одних компаний, они закрываются, открываются новые, другие. Они вот так ведь могут множиться и шириться, просто как бактерии. И так понятно, что это, по всей видимости, не работает. Мы с вами говорили также и ранее в программах, что нужны персональные санкции против представителей режима, которые это все покрывают или даже содействуют. Как они должны выглядеть? Кто должен на этом акцентировать и продвигать эту идею, чтобы действительно они были введены, вот такие персональные личные ограничения? Давайте мы сначала зафиксируем ситуацию. Зафиксируем в том смысле, что в принципе союзники Украины, это Америка и Европа, прекрасно знают и понимают, кто помогает Путину не просто держать на половую экономику, но добиваться его роста и усилить его военные возможности. Во-первых, это в первую очередь Казахстан и Кыргызстан. Это первое. Запад прекрасно понимает, что только санкционными ударами можно это прекратить. Но на самом деле мы разговариваем с высокопоставленными представителями европейской власти и так далее, американскими. Знаете, что они говорят? Они говорят, что мы не хотим эти санкции применять против, в частности, Казахстана, потому что мы опасаемся, что Казахстан тогда, что называется, полностью перебежит на сторону России и частично на сторону Китая. Я уже многократно говорил, что по факту Казахстан, во-первых, член Евразийского сообщества, Евразийского союза, член ОДКБ, то есть торговый партнер Казахстана номер один, это Россия и следующий Китай. И поэтому опасаться того, что уже по факту давно существует, нечего. Это первое. То есть, исходя из этой логики, Запад не хочет применять санкции, хотя они прекрасно знают. И я понимаю, что и Украина это понимает. И вот если говорить о том, что нам озвучивают на Западе, они говорят, да, мы слышим вашу позицию, нужны персональные санкции, но нам важна позиция Украины. То есть, собственно, это о чем говорит? О том, что Запад, в принципе, он находится в такой ситуации, что если аргументы будут серьезные, а Украины этих аргументов достаточно, если Украина организует компетенцию экспертов, специалистов и начнет убеждать Запад, я думаю, что абсолютно это реалистично. На данный момент что происходит? Запад проводит ту же самую политику, что и ранее. То есть, ну, какие-то такие, знаете, уговоры. Ну, уже мы видим же, в этом году было много приезда высокопоставленных лиц в Казахстан и в Кыргызстан. Был госсекретарь Блинкен, министр Великобритании, приезжал глава Евросовета. И все эти заверения, они слышали, что Казахстан не будет помогать Путину. Но мы видим другую ситуацию. Поэтому действительно нужны персональные санкции. Я что могу по этому поводу сказать? Что это все может произойти, если Украина принципиально займет такую позицию? А что на самом деле происходит? Вот вы спрашиваете, что делать? Первые шаги сделаны. Они позитивны. Зеленский подписал указ. Две казахские компании поставили под санкции. Но на самом деле мы же понимаем уже, что компании ставить под санкции недостаточно, потому что они, такие компании, могут создать сотни. Нужно определить, кто организатор помощи Путину. Организатор помощи Путину – это по Казахстану сам Токаев, который контролирует власть в стране. И всю инфраструктуру, банки, железную дорогу, таможенную службу – все получают команды от него. И если будут персональные санкции, и первое это сделает Украина, а затем убедит Запад, то результат будет немедленный. Это немедленно вы почувствуете на фронтах. Или меньше будет ракет падать, меньше снарядов. Будут проблемы экономические в России. Соответственно, какие-то процессы пойдут, которые Украина и мы тоже ждем. А именно забастовки, выход людей, какие-то проблемы в армии. Вот это всего можно добиться. Но мы слышим от западных структур, западных политиков, что, ну, хорошо вы говорите, но мы хотим услышать голос Украины. Вот это важно очень. Да, мы тоже должны это понимать и понимать, что две компании – это более чем мало. Надо увеличивать давление и в этом плане, конечно же. Потому что, вот вы правы тоже, всегда, когда слышу какое-то слово «эскалация» или «боязнь усиления конфликта», или что кто-то еще больше страны друг с другом будут вот эти вокруг России объединяться, то уже думаешь, ну, действительно, куда же больше. И слово «эскалация» давно уже другое значение, так кажется, имеет. Особенно, возможно, это, конечно, кажется нам, потому что как раз под этими ракетами, которые Россия сейчас в три раза больше в месяц, чем ранее, производит, когда живешь под этими ракетами, которые летят на твою голову, то как-то оно по-другому воспринимается совершенно. Мухтар, давайте, пожалуйста, объясним нашим зрителям, как вот эти персональные санкции, почему они важны, как они работают в реальности и насколько быстро они действительно эффективны, кого они должны затронуть так, чтобы этот человек почувствовал и перестал это покрывать, ну, кого, понятно, Такаева, еще людей из его окружения, по всей видимости. Ну, вот давайте мы рассмотрим ситуацию, если будут персональные санкции против президента Казахстана. Понятно, что у него есть активы за рубежом, в Европе, и какие-то средства в банковской системе, она универсальна. То есть, скажем, западные санкции достанут где угодно, в любой точке мира, его ресурсы, главное, вот это первое. Второе, у него есть исполнители. И когда банки, во-первых, те, которые будут исполнять решение по введению санкций, они прекрасно знают, так называемый комплайс-контроль, они прекрасно знают, кто является родственником, например, Такаева, кто является его близким исполнителем, и они сразу быстро их выявят и ударят по ним. Фактически, что получится? Банковской системе, государственных институтов власти различных, сразу по цепочке попадут под удары те люди, которые являются инструментом и исполняют волю и поручение президента Казахстана. Фактически, сразу это все приведет к тому, что инструмент потеряет силу, все будет обездвижено. Это прекратятся потоки, прекратится финансовая помощь. Грузы резко, скажем, или резко прекратятся, или резко уменьшатся. Понимаете, это первое. Второе, мы говорим, что обязательно нужно ударить по тем, кто помогает именно используя финансовые институты Казахстана. Большие возможности по финансам, многомиллиардные возможности у родственников, ну, Султан Назарбаев, в частности, Тимур Кулебаев. Он контролирует основные банки страны. Если будет персональный удар по нему, все исполнители в банках просто прекратят обслуживать все эти процессы по перемещению грузов, потому что они автоматом тоже попадут под эти удары санкционные. Их дети учатся рубежом, они получают визу, имеют недвижимость. Когда эти санкции на них посыпятся, они будут парализованы. Вот какой будет эффект от применения санкций. Именно персональных санкций. Потому что они как раз организаторы этих одноделок компаний. Они организаторы того, чтобы таможня пропускала грузы, не проверяя. Они организаторы лжи, что якобы организовали электронную систему. Они врут уже полтора года, что они исправят ситуацию, что некие компании все это делают. Это делают они. Вот нужны персональные удары. Понимаете? И я уверен, что персональные удары должна нанести в первую очередь Украина. А Запад, я уверен, что с учетом того веса, который есть у вашего руководства, вы сумеете убедить. Тогда вы сразу почувствуете эти результаты. Сразу. Ну да, я думаю, что если мы станем локомотивом, то как-то уже вагоны западных партнеров, так сказать, фигурально выражаясь, подтянутся оперативно. Я так понимаю, что не только мы с вами осознаем последствия персональных санкций. Думаю, что прекрасно понимает их значение и вес, и сам такая. Возможно, опасается. Но может ли он рассчитывать на то, что он может как-то обойти эти санкции? Или уже тогда обхода вот таких точечных ударов не существует? И угроза эта для него станет страшным сном в реальности? Понимаете, он сам по себе такая, безусловно, этих санкций боится. Но, с другой стороны, мы видим, что Запад действует не так решительно, или санкции применяются дырявые, очевидно дырявые. Я хотел в этой связи сказать следующее. Посмотрите на практику. Как медленно шла поставка вооружения? Или когда Украина не смогла весной рано начать наступление, ввиду отсутствия необходимого снаряжения, которое Запад обещал поставить? Сейчас пошли такие разговоры, что у Украины есть окно возможностей до конца года. Это чешский президент заявил. То есть нужна контратака. Ну, какая контратака может быть, когда у Украины не хватает оружия? Я просто видел российское видео, как украинские военнослужащие на броневиках пробивались через минное поле, и там просто разрывало им конечности. Это, представляете, с живыми телами, получается, нужно пробивать эти коридоры. То есть, ну, такого рода заявления, конечно, они просто, ну, у меня лично просто вызываются драгами. Вот, и мы понимаем, что на самом деле Запад сейчас, ну, не готов принципиально определиться, что нужны персональные санкции, и если Украина, высшее руководство, не начнет само действовать, это будет так и продолжаться. Я в этой связи хотел бы сказать, что есть известные выступления 21 февраля 22 года. Медведева, это голос, понятно, Путина на Совете Безопасности, и представьте, что он заявил. Это говорит о том, что Россия не боится, соответственно, Тукаев тоже не будет бояться, что это будут последствия тому, что он помогает России. Что сказал Медведев? Медведев сказал, что мы с 2008 года изучили Запад, набрали опыт. Да, мы прошли эти санкции, мы знаем, как с этим бороться. Второе. Наше геополитическое влияние на порядок, или больше, чем 10 раз простым языком, если говорить, больше, чем у Украины, и поэтому они никуда не денутся. Практика наша показывает, что да, у нас будут трудности, но потом они к нам возвращаются, договариваются, что называется, нам не надо бояться их, надо делать свое дело. 24 февраля 22 года Россия напала на Украину. Что мы видим сейчас? Сейчас Путин бомбит Одессу и начал бомбить еще порты, где шли перевозки через Дунай. Что это значит? Это значит, Путин прекрасно понимает, что Запад не готов, вот он ставки поднял, не готов поддерживать уровень ставок, так называемую эскалацию, усилить свое давление. И он поэтому разрушает зерновую сделку, бомбит Украину безнаказанно. И такая смотрит и говорит, да, страшно, да, могут ударить. Но не ударили же, каждый раз я дипломатически с ними встречаюсь, обещаю, Запад это проглотил. Да, я получил санкции, ну на две компании, вот Зеленский подписал. Переживем, ничего страшного, создадим 2000 компаний. То есть сейчас все упирается в принципиальную позицию Запада. Россия не боится, Путин в частности этих санкций не боится, не видит, что если он эскалацию повышает, у него будут последствия. Он держит за спиной, намекает на свою ядерную дубинку и видит, что Запад находится в нерешительном состоянии. Это все надо переломить. Надо переломить и в первую очередь это может сделать только сама Украина. Такого рода санкции, как две компании, вызывать киргизского посла и говорить, что это ухудшит взаимоотношения между Кыргызстаном и Украиной, если Кыргызстан будет помогать России, это абсолютно неэффективно. Пройдет еще год и будет то же самое продолжаться. Поэтому сейчас нужно принципиально определиться. Я в качестве примера хочу привести 41-й год, август, когда Рузвельт и Черчилль собрались вместе и когда Гитлер рвался к Москве, они уже тогда принципиально решили, как они будут, что называется, что делать с послевоенной Германией, когда они ее разгромят. Соответственно, если главы государств были настроены на победу, были уверены, что победят, а тогда размер их экономики было минимум 60% мировой экономики. Сейчас то же самое. Альянс, государство, которое помогает Украине, минимум доля в мировом объеме экономики, минимум 60%. Что мы не видим с их стороны? То, что произошло в 41-м году. В 41-м году пошли массированные поставки и в Великобританию, и в Советский Союз. Военные техники, ленд-лист все заработала, в итоге Германия была разгромлена. И затем, в послевоенный период с ней просто разбирались. Сейчас мы видим, что Запад хочет сохранить режим Путина, боится, не хочет, чтобы страна, скажем, проиграла, откровенно скажу. Они говорят, что завтра Россия, если начнет разваливаться, то ядерное оружие расползется где-то по другим, новым республикам, так называемым. Это является основным препятствием, почему идет недофинансирование Украины. В военном смысле бюджет в три раза меньше, чем российский бюджет. В три раза. Когда Запад определится, тогда будет все. И военные поставки, и санкции персональные. Все это может сделать Украина. Украине сейчас нужно занять решительную энергичную позицию. Создать компетентную инфраструктуру команд, которые занимаются дипломатической деятельностью. Определяют и обнажают те, кто являются помощниками. Размер, как должны быть санкциями. Я прекрасно знаю страны Центральной Азии, собственно, саму Россию. Знаю, какие есть дыры. Готов круглые сутки, что называется, работать и помогать, чтобы санкции были эффективными. Понимаете? Да, это очень было бы неплохо реализовать это. А как вы думаете, нам еще долго ждать, Мухтар, пока Запад определится? Ну, я понимаю, что и мы должны помочь ему в этом, но тем не менее. Ну, уже видно, что, знаете, Запад двигается очень медленно. Я слышал версии, что в будущем году, в 2024 году, летом, НАТО примет Украину в свои ряды. Это я не то, что в это не верю, этого не будет, это очевидно. Это, как знаете, мы слышали прогнозы, что в апреле этого года будет уже завоеван Крым. Надо смотреть правде лицо. Запад не поставил необходимое количество техники. Даже если поставить, нужно длительное время, чтобы выкурить российские войска с Крыма, разгромить их по территории Украины. И этого не будет достаточно, потому что у них будут дальнобойные ракеты крылатые. Они будут, опять же, закидывать Украину. Здесь все будет упираться окончательно, как вообще должны поступить с проигравшим Путиным. И что значит проигрыш. Поэтому Запад, он будет тянуть. Это очевидно. И в следующем году Украина не будет принята НАТО. Сейчас смотрите, какие разговоры уже идут. Что 80% территории остается, 20% нужно отдать. А зато война прекратится. Якобы Украина будет нейтральный статус. Это, знаете, приблизительно, если мы вернемся назад, так они, россияне, отъели Крым. Потом отъели Восток. Потом новое наступление. Это будет бесконечно. Надо просто уже принципиальные решения принимать. Запад сам не будет такие решения принимать до тех пор, пока не будет двигателя. А двигатель – это Украина. Мухтар, спасибо вам огромное. В частности, и за объяснение, и за советы. Будем надеяться, что слышат нас. Мы всегда с вами говорим, что у нас темы непростые. Может, не всем это нравится. Но говорите вы, тем более, всегда языком цифр. И вот цифры, ну и, как видим, и журналисты западных изданий всегда на открытые данные ссылаясь. Мы видим, как, к сожалению, сотрудничают между собой Россия, страна-агрессор, и помогают ей в этом. Мы это анализируем, мы это постоянно артикулируем, объясняем, дабы найти выход из этой ситуации и ограничить России ресурсы и возможности для развития ее оборонно-промышленного комплекса. И чтобы, как по вашим подсчетам, чтобы не удалось ей иметь ресурсы на войну в 10 лет, а то и больше. Спасибо вам огромное. Я единственное хотел буквально добавить. Уже по итогам пяти месяцев, это для того, чтобы Украина знала, все эти уговоры, которые происходили в феврале и марте, они бесполезны. Мы имеем официальные данные по итогам пяти месяцев, и они показывают, что идут поставки, значительно превышающие даже прошлый 22-й год со стороны Казахстана и Кыргызстана, 8,5 раз, 2 раза, 3 раза и так далее. То есть это открытые данные. А Кыргызстан в июне месяце взял, закрыл уже детали. То есть можно увидеть общий объем, но проникнуть, получить точные данные мы уже не сможем, потому что они поняли, над ними на весь меч санкцией, и они прикрыли статистику. Сейчас то же самое сделает Казахстан. Понятно, да. Вот надо это иметь в виду. Да-да-да, в этом они могут как себя убезопасить, найти разные ходы. Раз уж для такого ходы находятся, то тут так прикрыть, так тем более. Ну, а мы снова-таки, вам очередное доказательство, что это язык цифр, ну, предупрежден, значит, вооружен. И будем надеяться, что и мы будем вставать вот этим, действительно, двигателем, который все это будет, пусть может не завтра, но в скором времени останавливать. Спасибо вам большое, Мухтар. Надеюсь, через неделю увидимся. Всегда у нас есть с вами темы. О зерновой сделке тоже, кстати, поговорим. Там каждый день есть развитие, но эту программу мы обещали нашим зрителям, что об обходе санкций посвятим ее. Так вот мы и сделали. Спасибо вам огромное. Всегда рады вас видеть. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Друзья, спасибо вам большое, что смотрели. Я Ирина Узлова. Со мной был Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель, политик. Всегда трезвые реалистические эфиры для вас. Спасибо, что смотрите. Пишите свои также комментарии. Конечно, может, у вас есть и свое видение решения проблемы. Приходите к нам еще. Берегите себя. Верьте в себя. Победим. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова